В Якутии проживают порядка полутора тысячи одиноких и потерявших родственные связи людей. Проявить заботу к ним может каждый, но какие формы работы реализуются с одинокими пожилыми людьми, знает Татьяна Вахнина. Дарить добро тем, кто в нем больше всего нуждается, так видят свою основную задачу члены общественной организации, которая так и называется «Дари добро». Ее волонтерами становятся люди, которым общественники однажды помогли. Первоначально деятельность организации охватывала малоимущие и неполные семьи. Сейчас «Дари добро» собирается взять на себя социальное сопровождение и обслуживание на дому одиноких пожилых людей. Не у всех родственники бывают рядышком. У кого-то живут за рубежом, у кого-то в ближнем зарубежье, кто-то просто одинок в связи с какими-то личными причинами. Мы хотим взять все под свое крылышко, тем более у нас сейчас развивается наше волонтерское движение. Которому присоединяется все больше и больше людей. С Солданским управлением соцзащиты все нюансы согласованы. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Минсоцразвитии Якутии. Регулярно проходящие акции для престарелых члены «Дари добро» переведут на рельсы коммерческой благотворительности. Государство начало поддерживать такие начинания. То есть оно в какой-то мере компенсирует наши затраты, наши действия. Наряду с обслуживанием на дому существуют иные формы социальной работы. Одна из них – создание приемных семей для пожилых. В прошлом году дом обрели трое одиноких престарелых людей. Ну и также здесь есть и неплохая материальная составляющая, я считаю. Человек, устраивающий к себе в приемную семью пожилого человека, получает вознаграждение в размере 21 358 рублей ежемесячно. И плюс он может рассчитывать на 75% от дохода этого человека. То есть пенсии, различные выплаты. Еще одна форма работы с одинокими престарелыми и инвалидами предполагает открытие домов-интернатов на основе государственного частного партнерства. Этот вид деятельности приемлем как для предпринимателей, так и для некоммерческих объединений. Татьяна Вахмина, Сергей Шикачев, Алдан.